Дорогая Маша Березина 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 и плюс не было детей как-то, и все было свободнее. Потом, наверное, надо это один раз сделать, как-то через пройти. Ну, как бы все-таки очень многие, потом все-таки это же искусство, и режиссеры, команды, и все это в красивой форме, да, все, ничего там не пошло. Ну, что касательно конкретно моих каких-то сцен. Ну, были сомнения, безусловно, я не сразу сказала, да, то есть как-то я сначала, я говорю, а вот как-то заменить там дублежи вот на эти моменты. Они сказали, ну, нет, и давайте поговорим, там еще обсудим эти детали. Ну, и в итоге как-то они меня убедили, что все-таки это будет все красиво, и там нечего, что называется, будет сцебиться, и тем более пока есть молодость. Да, почему бы это не показать? Анна Азарова родилась в обычной московской семье. Мама домохозяйка, папа инженер на заводе. Девочке было 15 лет, когда однажды на улице к ней с мамой подошла женщина и предложила Анне попытать счастье в модельном бизнесе. И через некоторое время она уехала покорять столицу французской моды. Спустя год плакаты с ее изображением украсили улицы Парижа, и Анну стали узнавать на улице. Всего за рубежом она проработала 8 лет. Сотрудничество с такими известными домами моды, как Армани, Пака Рабана, Ко де Гарсон, сделали ее востребованной на французском рынке индустрии моды и красоты. В Россию Анна вернулась в 2004 году. По ее словам, в связи с тем, что сейчас здесь зарабатывать тоже можно. Закончила студию актерского мастерства Амедия и прошла кастинг на главную роль в сериал «Дорогая Маша Березина». Теперь на ее счету более 15 фильмов. Азарова продолжает сниматься в рекламе, на телевидении, в прессе, приняла участие в реалити-шоу «Танцы на льду». В 2006 году Анна Азарова снялась в центральной новелле фильма режиссера Евгения Пашкевича «Гольфстрим под айсбергом», который только теперь попал на экраны. Ее героиня Лейла, дочь Лилит, женщины созданы так же, как и Адам, из глины. У нее нет души, но что бы она ни делала, это и не добро, и не зло. Она другой природы. То есть, в принципе, для вас по сценарию было понятно, что за история, что играть, и что это такое, кто это такая Лилит? Я читала только свою часть, свою новеллу читала, поэтому, что было в других, я понятия не имела, и кто там в них будет играть или уже играл, я тоже ничего не знала. А с моей частью, мне кажется, если честно, она наиболее внятная. Казак после просмотра фильма, там есть какая-то, ну, по крайней мере, мне понятная история, потому что все-таки кино достаточно андеграундное, причем такой сильно, сильно, такой тяжелый андеграунд, и я думаю, что широкому зрителю на все-таки это непонятно. Даже, честно, мне, вот первая часть, я понимаю, что первая с последней перекликаются достаточно как-то сильно, но, если честно, что-то я не очень до конца все поняла. А вторая, она такая достаточно внятная, и, по большому счету, из этой истории можно снять полнометражный фильм. Если растянуть, еще добавить какие-то персонажи, то получается такая очень конкретная история. Ну, собственно, вы не одиноки в том, что не все было понятно в сценарии. Вот то, что у нас Алексей Серебряков рассказал, когда он прочитал сценарий своей части, своей новеллы. Я прочитал сценарий, ничего не понял. Вообще ничего. Но, встретившись с ним, буквально через 15 минут, я понял, что я буду работать с Женей при любых обстоятельствах, при любом гонораре, при любых погодных условиях, потому что такие люди – это на сегодняшний день большая редкость. Люди с подобным образом мыслей, с такой степени глубины проникновения в нематериальные, категории и такого таланта. А для вас тоже так же важна была личность режиссеров все-таки с кем-то? Не, ну, безусловно, это очень важно. На площадке, с кем ты общаешься, там режиссер, от него все-таки идет посыл в основном, да, о том, что ты должен делать, как что должно происходить, потому что, особенно если у тебя до конца нет там понимания какого-то, да, то тебя он подсказ и подталкивает. Женя, да, он направил, он четко обозначил, что он хочет. В этом плане, конечно, было очень просто, потому что были определенные какие-то рамки, здесь так, здесь там вот так, это должно быть так. Была длительная беседа, плюс был, наверное, единственный фильм, в котором была подготовка, пусть он там совсем, там, мое присутствие на экране достаточно недлительное, а подготовка была достаточно длительной. То есть там были хореографы какие-то, с которыми даже чисто жесты обговаривали, какими они должны быть. То есть у него было четкое видение. Это достаточно редко, на самом деле. Для меня релит – это вся совокупность живого и неживого. Вы и я – часть этой релит. Это природа. В природе идет великий вечный обмен веществ, вся и всего. Благодаря этому есть фрагменты, в котором жития, в котором мы с вами участники. Недолговременные. Не успел Поль договорить, как в комнату вошла женщина. Она была и менее, и более совершенной, чем обычные женщины, созданные Богом его грозной милости для того, чтобы они были нашими спутницами на этой земле. Лейла, представляю вам моего лучшего друга. Я знаю, господина Ари. Постараюсь одной фразой передать вам то странное впечатление, которое она произвела на меня. Мне показалось, что она – не нашего естества. Насколько я знаю, у вас же нет такого масштабного актерского образования. То есть вы учились только в школе, в какой-то преомедии, при студии о медии. Да, это они был экспериментальный такой класс создали в свое время. И вот я так совпала, что я как раз возвращалась из Европы сюда жить. И вот они позвали меня туда учиться. Мы там учились 9 месяцев. У нас преподавали из студии школы МХАТ, Зимцов, Золотовицкий. То есть там было актерское мастерство, сценическое движение. И все это проходило на Дубровке. Причем на тот момент там еще не было такой реставрации. Там типа замазали сцены от всех этих пулей в туалетах. Ой, где можно было даже увидеть, как там стреляли, там еще что-то такое. Ну, короче, полужуткая. Я буду с одной стороны стоять. Какой-то пустые коридоры этой Дубровки, где мы реально в коридорах занимались. Плюс с чем-то новым в жизни, таким ощущением какого-то нового происходящего, там, ну, для меня. И у нас была история кино. Ну, то есть все как в театральном вузе, только голопом по Европам. И такой ознакомительный небольшой процесс. Но все-таки 9 месяцев это не так много. А не хотелось потом получить полноценное образование? Очень хотелось. Я планировала поступать. И мы с педагогами уже говорили по этому вопросу. И готовили программу, и все. Но так сложилось, что под конец обучения у меня был первый, как раз меня взяли Амедев, первый мой сериал «Дорогая Маша Березина». И у меня начались съемки, и как-то был там очень плотный график. Я думаю, ну, ладно, может быть, на следующий год. И потом первые два года я очень плотно снималась. Я поняла, что, ну, в общем-то, ну, наверное, уже и не надо. Потом мне все-таки было не 20 лет, а уже 20, там, 24 года, получается. Это 24 или 25 на этот момент. И все-таки я содержала, там, отчасти, большую часть, содержала свою семью, потому что у меня папа работает на заводе, мама не работает, у меня есть младший брат. И пока я жила в Европе, все-таки большая часть дохода семьи была на мне. И вернуться сюда, пойти в театральный вуз, я понимаю, что я буду отдавать этому 24 часа в сутки, потому что это же не только отучиться, это же дальше подготовка этюдов и всего. А работать у меня времени не останется. Поэтому как-то, наверное, даже надо совмещать и зарабатывать деньги. Я не могу так просто опять бросить свою семью. Поэтому я понимаю, что, наверное, все-таки я уже взрослая, и мне не до игрушек. Хотя я думаю, что если бы я пошла учиться, это было бы очень прекрасное время, потому что это очень захватывает, и даже те месяцы в Амеде, они безумно интересны. Но еще и школу дали, конечно же, какую-то актерскую. Нет, безусловно, но, конечно, все равно на площадке в большей степени этого. Все равно, придя первый, даже не то что день, первый месяц, когда я приходила на съемки, для меня это был шок, и ни о какой игре, мне кажется, там не было речи. И я тупо стояла с выпученными глазами и забывала моргать. Ну, потому что непонятно и страшно, и это я никогда не делала. Плюс ко всему, я никогда в школе у доски не отвечала. Для меня вот этот вот разговор, особенно игра на публику, ну, пусть это не театр, но, тем не менее, съемочная группа достаточно большая, плюс еще актеры какие-то известные играют рядом с тобой, меня приводило это в шок. Поэтому как меня утвердили, и почему я, что я выдала такого на кастинге, причем кастинги были долгие, это все равно осталась загадкой. Потому что я, когда увидела первую серию этой Маши, я сказала, боже мой, какой позор. Я, может, никогда не выйду на улице, я рдала в душе. И я думала, ну ладно, пусть это закончится. Хорошо, три месяца этого позора, потом все это все забудут, все пройдет. Маша, скажите, вы были удивлены, получив такое предложение от ведущей международной фирмы? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Подойдите ближе, молодой человек. Еще ближе. А теперь внимательно посмотрите на это лицо. Скажите, вы видели что-нибудь более прекрасное? Нет. Еще вопросы? А какая героиня вам давала сложнее всего? Вот над кем вам было сложнее всего работать? Над Дашей Березиной просто это был первый опыт? Или какая-то что-то более характерное? Знаете, наверное, самое сложное все-таки это комедия. Мне так кажется, потому что заплакать на экране, это так, это техника в принципе. Ну кто-то пропускает через себя, но есть все-таки технические моменты, как это сделать, а вот засмеяться, искренний смех какой-то, не просто радость, а вот именно смех, что-то вот рассмешить, мне кажется, это всегда сложнее было, ну для меня, по крайней мере, точно. Поэтому, наверное, комедийный жанр, наверное, наиболее сложный, тот же самый день выборов, вот скорее там, наверное, вот какой-то, и как, ну вот что-то вот такое. Ну и вообще, вот где требуется вот именно такой смех, это непросто. Хотя по жизни я веселый человек, но вот именно, потому что не всегда же тебе весело бывает. Ну а еще заставить смеяться других, это отдельная история. Ну да, это искусство. Давайте как раз посмотрим фрагмент из Дня выборов. Ань, слушай, ты же наверняка знаешь, Миша тебе сказал, куда мы едем. Сказал? Ну. Но я забыла. А у меня же записано. Ну так посмотри. А я сейчас не могу. Почему? Ань, ты что, дура, что ли? Знаешь что, если бы тебя в пять утра растолкали... В смысле, по телефону разбудили?